друзья добрый вечер всем привет привет вы на канале пиратская жизнь у нас как всегда вкусный ужин вот вам как всегда портит мне кадр подожди смотрите когда нас минуту хороший сайт когда нас прелесть получилась картошечка с курочкой запеченная под трогай я вижу все под сыром убью вообще стараешься кадр красивый сделать стараешься сделать я буду тебя не выбирает твой салат потерпит минуту господи ну чё за человек такой вообще вкуснятина кстати попробовала их давай картошка слава богу мягкая вот нам кстати очень сильно ужарилась вроде было много-много она так от села и прям молку ну немало меньше короче чем ожидалось нам улица всего 700 грамм также не так что и много картошка картошка мягонькая чем сучку на сучку вкусно вообще вкусно она еще пропеклась от вот курица все стекало вниз вкусно с луком чесноком вот этот оболбочки это картошка лук чеснок смели сунели соль перец перемешать на нижний уровень положить сверху курица курица майонез соль кавказские травы для курицы хмели сунели хмели сунели нет ничего там еще положено а куркуму помню ты положил на куркума куркума чеснок и кавказ кавказские травы для курицы сюда вот это сунели перемешать сверху положить 40 минут держать так потом с сыром и еще 15 минут соль соль пить соль пить соль пить ммм обалденно маринуешь сначала курицу Слово перец, потом кавказские травы для курицы и куркума. И чеснок, и туда, и туда, и в курицу, и в картошку. Две лошади, но это чисто в курицу и всё. А, картошку ещё немножко масло посолить. Замыли на овощи, картошку, соль, перец, лук репчатый, головку и немножко подсолнечного масла. Очень вкусно. Убрались такие, знаете, запечённые варианты. Подсолнечное масло чисто для того, чтобы смазать сверху. То есть не надо много туда идти. Ну, там ложка-две. Можно, мне кажется, на низ, в принципе. Хотя нет, на низ лучше не надо, потому что будет там много. И так масло с майонезом, всё. Распространенная ошибка ещё какая? Там, кстати, когда очень много жира, на них не так, что много жира. А то сдавалось нормально. Распространенная ошибка какая. Так. Люди ложат это всё вниз на противень. И там низ немножко подгорает. Чтобы такого не было, лучше на пергамент. Не, пергамент это тема. Пофиг даже какой противень. Даже самый старый. Облизый. Кладёшь, он как новый. К которому всё пригорает через бумагу и пригорит. Курочка. Потом нагреваете. Курочка, конечно, практически совсем этот. Скукужу. Скукужу. До 200 градусов. В духовочку и ставить на 50-60 минут. Очень вкусно. Главное, чтобы слой был у меня, в общем, такой высокий. По всем вкусу с картошками припочёлся. Почему? Глядеть надо просто. Там должно быть всё порционально. На килограмм картошки должно идти 800 грамм курицы. 800? Да. У нас здесь 2 килограмма картошки было? Нет. 1 грамм 700 курицы. Сверху эти кусочки-то, бёдрышек-то, они прям тоненькие. Я вот сейчас-то по 2 положил. Можно целиком, кстати, класть в бёдрах. Можно. С костями. Но они будут долго пропекаться. Мне тут очень нравятся вот эти вот, без костей. Бёдушки. Они без костей, без кожи. За час они запекутся и отдадут весь жир. Да можно просто обычную курицу взять, точно так же порубать её. Очень вкусно. Даже видел рецепты, где просто на эту груду целую курицу ложат и всё. Ага. Вот там курицу в любом маринуют. Там её маринуют при помощи своего соуса чеснок и мёд. Вообще, на самом деле, вместо картошки можно ещё кабачки. Я как-то видел, делаю это, знаете, на капусте. Прям капусту кладут. Таким, знаешь, как стейками нарезают капусту. Кладут. Она стушивается прямо вот под курицей. А потом, в частности, стушим капусту. А что видел? В общем, каждый изгадает как можно. Мне прям понравилось. Мне нравится там это. Поливать надо. Вот этот жир, который выйдет из курицы. Его берёшь, таскешь противень, с краешки берёшь, это жир и привашивает курицу. А потом эту оставишь. А что можно делать курицу на бутылке? Кто любил, знаешь, как? Брут эту бутылку из-под шампанского там или бутылку пива, на неё сажают курицу. Она запекается. Она получается как гриль. В чём особенность этого рецепта? В чём? Да. В чём? Слушай, обычный рецепт. Всё. В какой-то веке вам он приготовил. Ну что, у меня теперь... Особенности. Хую. Особенность в том, чтобы всё продумать, и чтобы у тебя в дом вполне всё было. Когда ты в разогретую духовку в сумму держишь бутылку, что с ней происходит? Угу. Правильно. Она может лопнуть. Да. Даже несмотря на то, что она такая толстая, как, скажем, из-под шампанска. Угу. Но бутылку из-под шампанского никто никогда не использовал. Угу. Мы использовали бутылку из-под пепси. Да? Да. И ставили курицу. Мы иреновали, надевали на эту бутылку, ставили и включали в духовку, чтобы курица и бутылка, наверное, не надевались, а одновременно с духовкой. Угу. Очень вкусно. Да ладно. Тогда бутылка не лопнет. Мне прям очень нравится. Ну, как вкусно получилось. Вообще было. А что-то понятно, что бутылка не соленая. Нет, нормально. А что-то куркумой. Угу. Чувак-то рассказывал. Та же сделал дома. Все, запек ее. И бутылку лопнул, да? Нет. Как только курица стала румяной, он открывает духовку, вытаскивает ее, и у него прямо в руках дулка. Угу. 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 Ну, лук хорошо протушился. Дело было зимой, утром в квартире было, скажем так, не жарко. Угу. 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 запеканки. Можно с мясом. Ленивое мясо по-французски. Точно так же, только сверху, например, свинину отбивную. Тоже вот так же кусочками положить, считать сразу и гарнир, и очень вкусное мясо. Тем более остатки жира, они стекают на картошку. Она в этом тушится. Очень вкусно получается. Тебе, это картошка, которая от замаска. Вот давай, выпьем за тебя, потому что вкусно. Когда вкусно, тогда вкусно. Раньше было невкусно. Ну иногда у тебя бывают какие-то, знаешь, рецепты, но не очень. Да. Да, вот сейчас вот прям вот. Хотя идея была моя, но Лаван ее реализовал. Молодец. И унес свои нотки. Я, например, вообще лука не хотел класть. А он вот еще лук положил. В принципе, хорошая идея. Картошка. Там лук, лук, цита, одна всего, маленькая была. Вкуснее. Картошка с луком. Сознаем. Это дорога. Я не понимаю, что дошка не несну. Какой-то нормально. Наверное, я всегда лук ел. Что израстется? Давайте скажем. Мне кажется, знаете, вот эти вот темы моменты, нюансы, когда ребенок что-то не ест, там, туда-сюда, это все проходит с возрастом. Я, знаете, раньше творог не очень любила. Ну, сейчас я особо, конечно, не очень люблю. Сухой. Но вот обычный какой-нибудь, знаете, такой более-менее мягкий, со сметанкой, с сахарочком. Очень вкусный. Скажем, до армии вообще не ел суп дома. Суп? Не ел до армии? Да, вообще. Я его ел это в детстве, когда был маленький. До пяти лет. А уже потом, это уже не ел. Только второе. А сейчас? Сейчас, по-последному шел, и нормально становится. Опять снова ездить начин. Вот, давай я дашку в армию. Ну-ка. Не знаю, я тогда суп не ел, потому что мне эта штука не нравилась. Не раз? Да. Потом, когда я сам стал готовить суп, и нормально. Ну, а сейчас-то... Сейчас, мне кажется, вот даже ты сам вот прям тебе нравится суп. То есть, вот, или тебе не нравится суп. Тебе пофиг, что есть. Тоже сам готовлю. Больше всего. Не, ну, не знаю. Мне вот прям... Вот я прям без супа жить не могу. То есть, я, например, неделю не буду есть суп, всё-то для меня прям. Даже вот куда-то, когда вот едем, да, вот, во-ваны, ну, вот, например, за границу, там, ну, или ещё так далее. Во-ваны почему-то на обед никогда суп не берёшь. Крайне редко есть там какой-нибудь томатный, что-нибудь такое. А я постоянно беру и на завтрак, и на обед. Мне не нравится там, который вот ты делал, там-то там идёт суп и пюре, но как-то... Ну, не нравится мне этот суп. Ну, не там, да, мне в своём там специфическом. Мне иногда нравится немножечко, знаешь? Такой, я вообще люблю суп тюре. Я всё люблю. В Таиланже я ел суп. Да. И фобой, и прочее. Вот это мне нравится. Ну, это душно-сравно. Томьям это вообще отдельная тема. Особенно вкусно приготовлено с креветками. Если даже просто кривень, ветки и рыбы. А фоба, так это вообще? Фоба, прекрасно. Я считаю, с 4 утра вальд. В 6, они открываются, в 2 часа вальд. Ты тогда вообще трясся прям. Не похоже. Он прям такой. Вечную. Наливает ты его. И горячий всегда. Пеклась. Так, что рано или поздно, думаю, она пойдёт. Вкусное блюдо в какой-то стране, это нужно искать не туристическую кафешку, которая непосредственно предназначена. Для местных. Да. Ну, как тогда, конечно, нам Денисто показал кафешку-то. Кафешка-то. Кафешка-то. Там кафе, она работает, когда работяги едят. Всякие разные. Таксисты. И так далее. До двух или до трёх работают. До четырёх. Это в 12 открывается, и до трёх. Победа будет припакована. Да. И всё. Ну, они здесь и там прям очень классно готовили. Самое, что отличительное, в Азии большие порции. О, это да. Просто огромные. Там реально можно брать один суп на двоих. Это вот, вы говорите, что у нас большие тарелки. Вы в Азии, походу, не были. Там вот реально прям в тазик наливают. И сиди кушай. Особенно, кстати, вот в этот кафе, помнишь, где были? Там тарелку просто. А там ещё много вот всяких специи, вот эти вот добавляют, там, и все дети, там, лемонграссы, имбирь, там, пока сидишь, роешься, приверките, разбирали бы. То есть, вот, убедительный процесс. Получается так, что ты наедаешься. А может быть, как раз и есть вот в этом прикол, то, что ты долго его ешь, за это вот ты наедаешься одним супом. Почему? Почему? Я тогда, потому что брали, не помню, я без всего этого. Помнишь? Да, прям горячий. И вот он, как, знаешь, как распаривается, и вот эти вот все, все делай, отдает на вкус в процессе его поедания. Нет, в кафе тебе приносит его прям ещё подогревали, и он ещё минут пять подогревается. Вот так вот. Да, вообще особо долго не варится. Да, я его просто. А не делал пять минут. Это не как у нас вот. Делают там бульоны, там шарки, бульон готовый у них всё. Угу. Что там? Угу. Что там? Слушай, ну картошка с курицей, ну просто огонь. Действительно. Прямо обалденно. И сырочек сейчас вверх такой, значит, хрустящий. Ммм, очень вкусно. Мне понравился это. Фобо с карри. Помнишь? Фобо с карри помню. Когда мы брали. Нет. Напиток. А это что-то с чем-то прям. Зелёный. Да, как эта слизь. Писательный напиток из каких-то базового трав. Нет, помнишь, это со шпинатом. Или нет? Нет. Из болотных трав. Нет? Да. Местных. Местные его пьют часто. Мы тогда взяли это всё. Я, верно, не взял. Когда-то приодели. Джинс-канал. Ну, может, когда-нибудь вернёмся ещё туда. Тартошку я помню где-то находится. Примерно. Я помню, даже где-то в метке я оставляла. Если в пандемию выжил. Угу. Там ещё многие не выжили. В пандемию. У нас была унитернация не на туристах. Да, на местах. Там и таксисты ели. А люди как бы остались. Люди продолжают есть. Самый прибыльный бизнес, на самом деле, это как раз именно связанный с питанием. Потому что, как ни крути, люди вечно будут есть. Понимаете? Как ни крути. Нет. На базе очень радостанён этот мелкий бизнес. Ну, ещё тоже ошибки совершают. Да, знаете, делают специфические магазины такие. Чисто вот это вот. Чисто вот это. Я помню, у нас здесь органический бар что-то открылся. Что-то быстро закрылся. Вот. Да и в последнее время, знаете, какие-то мелкие магазинчики тоже не выживают. Потому что, в основном, вот эти сетевики, они поглощают вообще. В базе развит мелкий бизнес, в чём очень хорошо. Угу. То есть там никто никому не мешает. Нет. Ну, у нас по дороге не будут есть. Так с этими. У нас да. Продавать что-нибудь. Угу. Угу. 计划 на частьichtlich. Задача должен быть дым lesles. Тépoque горюю. Угу. Как вкусно. Угу. Ммм. А готов что надо делать. Ммм. Мммм. Ммм. Мммм... Мммм... Ммм. говорится стесняться нечего и терять тоже нечем швала не стесняйся лежи близок если он потом меньше может не быть я уже справилась тарелка чистая ты поставь я потом за кадром . себя когда вкусно так вкусно дедушка показывал так вот так вот еще сверху вот никогда не поверю что практически каждый такой делал детстве а я знаете человек с такой вот тонкой душевной организации вот почему меня муж полюбил морковь кстати вкусно взяли в этом как красный белл в общем всем приятного аппетита мы сейчас поцелем сирячка смотрим кафе куба вот так много серий пойдем смотреть кто любит всех селуру увидимся пока пока